Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. В Кресненском суде Москвы слушается дело по существу Михаила Ефремова. Сегодня день, когда начинаются заслуженные свидетели защиты и доказательства стороны защиты. Значит, совсем недавно, сегодня, защитник Ильман Пашаев заявил, что он стоит под сомнение об технической экспертизе. Тем более, мы помним, что эксперт говорил, что ее невозможно провести до конца. Полностью, всесторонне. Пашаев, значит, передал судье отзыв на автотехническую экспертизу, где указано, что не изучено и влияние спутника, и влияние других людей. Ну, можно их назвать хакерами, так сказать, на управление автомобилем. Многие уже написали, что это фиаско, что все, что конец. Ребят, еще раз объясняю, что, значит, фиаско надо писать уже, когда приговор вынесут. Значит, если автотехническая экспертиза была проведена, и специалист, это мое субъективное оценочное мнение, да, сразу скажу. И специалист заявляет о том, что ее невозможно провести всесторонне и полно. Можно через запятую перечислить все-все-все-все-все, включая инопланетян, что может влиять на управление автомобилем. Потому что все у нас по закону, что недовыяснено, трактуется в пользу обвиняемого. Пашаев абсолютно правильно действует. Абсолютно правильно. Более того, это подтверждает, что Пресненский суд Москвы приобщил к материалам уголовного дела отзыв Альмана Пашаева, который он дал от специалиста, о дистанционном влиянии на авто. Можно называть, что это хакеры, инопланетяне, я не знаю, там, со спутника, как угодно. Самое главное, что суд приобщил к материалам уголовного дела этот отзыв. Это означает, что при вынесении приговора судья будет обязан учитывать те пробелы, которые невозможно было провести автотехническому эксперту. И, соответственно, все те тонкие нюансы, даже спутники, которые могли влиять на машину, но эксперт не смог сказать, что этого невозможно было делать. А значит, это возможно. Это все трактуется в пользу Михаила Ефремова. Абсолютно правильно делает Пашаев. Использует любую возможность, любую лазейку для защиты Ефремова. Значит, Пресненский суд, для тех, кто не смотрел предыдущее видео. Пресненский суд Москвы приобщил к материалам дела Ефремова отзыв специалиста, который сказал, что повлиять на управление автомобилем можно через спутник. Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу, указав на множество ее недостатков. Например, не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепление лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. Значит, в сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем, заявил Пашаев. Еще раз скажу, многие посмеялись, уже написали фиаско. Ребята, не надо делать таких поспешных выводов, нужно всегда дождаться оценки. И самое главное, еще раз скажу, что не предоставь он этот документ. Но получается, что вся экспертиза, которая проведена и не полно проведена, сам эксперт признал по автотехнике. Ну, получается, пропустили. Правильно он делает, что указывает абсолютно все. Я считаю, что это абсолютно верно. И вы знаете, у меня все тоже меньше таких, знаете, иллюзий, что Ефремова оправдают. Но, тем не менее, использовать нужно каждую возможность. Тем более адвокату, который выполняет свои профессиональные обязанности. Самое главное, что судья, если бы это было галиматья, никогда бы это не приобщил к материалам уголовного дела. А это приобщено. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Пишите ваши комментарии, ваши видения ситуации. Крайне интересно всегда их читать. Всем пока, ребят. До встречи.